Школьники и студенты в поисках работы могут быть втянуты в преступную схему и стать дропперами. Дроппер или дроп – это человек, который помогает мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги. При этом сам дроппер может даже не понимать, что участвует в преступной схеме. Мошенники могут предложить молодому человеку трудоустройство, например, стать администратором лотереи и якобы отправлять выигрыш победителям. На самом деле карта человека используется в схеме вывода похищенных денег, а школьник или студент оказывается соучастником преступления. Я знаю человека, который реально получил срок за такую деятельность. У него сейчас еще и штраф в один миллион рублей на госуслугу, хотя, думаю, ровесник – это, наверное, неприподъемная сумма для выплаты штрафа. В рамках просветительской кампании Банка России в Нижнем Новгороде прошла школа финансово-грамотного пиарщика. Студенты-участники проекта снимали короткие ролики, проводили занятия в школах, информационные и уличные акции. Студентка ННГУ имени Лобачевского Ангелина Кузовлева вошла в состав одной из инициативных студенческих групп. Молодые люди придумали специальные карточки и чат-бот с полезной информацией. Мы проводили акцию, нацеленную на информирование людей в возрасте от 16 до 20 лет о такой мошеннической схеме, как дроперы, о том, как себя обезопасить от них и о том, чем это чревато. Для этого мы распечатали вот такие прекрасные карточки, так как основная отличительная черта дроперов – это то, что они покупают карты и потом через эти карты проводят чужие нелегальные деньги. Банк России ведет базу данных о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиентов банков. Эта база позволяет кредитным организациям выявлять дроперов и блокировать им доступ к электронным средствам платежа. В ней содержатся сотни тысяч реквизитов. Она постоянно обновляется. С 25 июля 2024 года банки будут обязаны блокировать дроперам доступ к счетам. Учитывая, что информация содержится в централизованной базе данных, дроперы не смогут пользоваться банковскими услугами ни в одной кредитной организации. Это позволит прервать цепочку вывода похищенных денег, а также повысит вероятность возврата денег пострадавшему человеку. По закону, подростки с 14 лет вправе оформить банковскую карту. Они несут персональную ответственность за все операции по ней. Участие в дроперской схеме грозит уголовной ответственностью. Правоохранительные органы при расследовании мошенничества в первую очередь выходят на дроперов. С учетом того, что дропы являются низшим звеном в преступной иерархии, организаторы и руководители создаваемых преступных групп в целях соблюдения собственной безопасности, в целях обеспечения продолжаемого характера преступной деятельности, не посвящают привлекаемых с указанной целью лиц свои преступные намерения, не сообщают им их об особенностях используемой преступной схемы, не разглашают сведения о ключевых участниках преступной группы. Взаимодействие с дропером происходит с использованием мессенджеров, которые обеспечивают высокую степень конспирации передаваемых данных. Через суд с дропера могут взыскать всю сумму похищенных денег. Чтобы контролировать банковские операции подростка, родители могут, например, оформить совместные СМС-уведомления. Некоторые крупные банки предоставляют такую возможность. И следует помнить основное правило – не передавать свои банковские карты и их реквизиты другим людям.